hi-bit uninstaller приветствую вас представляю вашему вниманию программу для удаления программ а также эта программа чистит систему windows от ненужных файлов чистит реестр исправляет ошибки реестра и многое другое большой функционал программы программа бесплатная на русском языке есть портативная версия есть установочная версия но данном случае я считаю что лучше установочная версия чтобы она отслеживала установку программ и потом очищала при удалении этих программ очищала все без остатка это официальный сайт ссылку я оставлю в описании под видео если правой кнопкой браузере chrome кликнуть перевести на русский функции программы полностью удаляет без остатков программы принудительное удаление сразу несколько программ мониторинг установки удаляет приложение из магазина windows удаляет расширение браузеров прямо из программы проблемы с реестром для повышения производительности ненужные файлы недопустимые ярлыки пустые папки управлять программами и службами которые запускаются с windows автозагрузка то есть управлять точками восстановления скачем программу сохраняем на рабочий стол установщик запускаем установщик запустить выбираем язык русский окей далее путь установки программ файл 86 далее ярлык на рабочем столе далее установить запустить галочку снимаем будем запускать от имени администратора завершить установщик нам не нужен удаляем правой кнопкой кликаем запуск от имени администратора открывается программа нажимаем tools language и выбираем русский язык все программа на русском уже не tools а инструменты здесь информация системе и можно выбрать программу все программы которые установлены на компьютере можно выделить программу правой кнопкой кликнуть доинсталлировать удаление лари утилиты с помощью удалить это штатный деинсталлятор программы лари утилиты удалить настройки до перезагрузить нет позже будем мы еще просканируем ставим галочки нажимаем сканировать программа будет искать оставшиеся файлы от 3571 на 1 элементов оставшихся после штатной деинсталляции 102 больше не показывать некоторые файлы заблокированы будут удалены после перезагрузки системы окей вот так она удаляет на мой взгляд отлично конкурент рево uninstaller если другую программу хотите удалить тоже или несколько галочки ставите внизу деинсталлировать выбранные или правой кнопкой кликаем деинсталлировать выбранные инструменты и вот здесь много инструментов принудительное удаление имя программы путь если программа не удаляется мониторинг установки перетащите сюда установочный файл или выбрать установочный файл сюда обнаруживает и регистрирует системные изменения при установке приложения windows здесь можно правой кнопкой кликнуть удалить обновить диспетчер компонентов программ меня нет диспетчер обновление windows показаны все обновления можно удалить доинсталлировать расширение браузера mozilla firefox от расширения все можно тоже правой кнопкой кликнуть доинсталлировать прямо отсюда расширение браузера mozilla здесь chrome youtube допустим доинсталлировать платежная система допустим gmail диск документы оффлайн вот так вот инструменты очистка реестра здесь галочки можно ставить снимать но по умолчанию нормально сканировать идет сканирование 205 проблем найдено можно посмотреть проскролить перед использованием этой программы создаем точку восстановления системы на случай если программа будет работать некорректно удалить что-то нужное система windows после использования программы будет работать некорректно чтобы можно было с помощью точки восстановления откатить систему назад и нажимаем очистить здесь можно восстановить backup закрываем удаление ненужных файлов здесь тоже галочки можно проставить корзину допустим добавить нажимаем сканировать и вот здесь показывается сколько файлов какой размер проскролим посмотрим и нажимаем очистить все расширенный уборщик сканировать нажимаем очистить здесь настройки можно выбирать файлы какие по умолчанию закрыть удаление пустых папок сканировать очистить очистить закрыть ремонт ярлыков сканировать нету закрыть шрёдер файлов но это очистка без возможности их восстановления будет затирать на диске чтобы невозможно было восстановить файлы с помощью специальных программ но это от спецслужб проверяющих органов или если вы хотите продать компьютеры не хотите чтобы ваши файлы могли восстановить здесь можно добавить файл добавить папку выбрать сколько проходов и затереть запущенные процессы диспетчер процессов здесь можно поставить галочку скрыть записи microsoft и здесь можно завершить снять задачу автозагрузка программы которые находятся в автозагрузке можно галочку снять она убралась из автозагрузки службы windows диспетчер службы здесь можно тоже запустить службу удалить деинсталлировать обновить скрыть записи microsoft и вот здесь вот запустить удалить деинсталлировать вот интересное проверить на virus total на вирусы virus total очень удобно закрываем планировщик заданий запустить отключить доинсталлировать удалить обновить скрыть microsoft это уже проверить на virus total запустить отключить контекстное меню это когда правой кнопкой кликайте вот оно контекстное меню здесь можно снимать галочки убирать из контекстного меню правой кнопкой кликайте отключить удалить деинсталлировать скрыть microsoft зимана мне нужно проверить с помощью зиманы на вирусы скачаные файлы я проверяю рекомендую вам тоже закрываем восстановление системы здесь точек восстановления нет виртуальная машина здесь будут точки восстановления можно удалять точки будет создать новую точку назвать нажимаем создать отключено у меня хотите включить да вот . появилась и можно ее удалить или восстановить с помощью точки восстановления удобно резервные копии можно удалить проверить обновление обновления хайбита не инсталлер проверять при запуске но здесь по желанию конечно у вас последняя но мы только скачали языки интерфейса мы смотрели тема по умолчанию темная такая тема тема темная и другие темы карбон добавить контекстное меню монитор установки контекстное меню здесь можно цвет шапки поменять вот красный оранжевый желтый такой салатный серенький вот такая вот классная программа на мой взгляд конкурент реван инсталлер что лучше удаляет реван инсталлер или хайбит не знаю но программа интересная рекомендую пишите отзывы замечания пожелания вопросы в комментариях под видео ставьте лайк или дизлайк подписывайтесь на канал спасибо вам всего доброго до свидания